Мы находимся на стоянке Виноградово. Место размещения основных землянок на берегу речки. Сейчас тут что-то нельзя зайти. Замкнули вроде. Раньше можно прийти. А нет, открыто. Вот. Стол есть на месте. Нары. Можно прийти, Новый год отметить, какой-нибудь праздник. Доступ пока есть. Куда-то из тех же партизанская печь, которая здесь раньше стояла кирпичная. Следов к нему не осталось. Землянка командира Шпа Дарева. Здесь сейчас новая напасть. Стали деревья портиться сильно сосны и хвалить приходится. Скоро без столеста останутся одни пеньки. А стол это видно в районе партизанской ёрки. Мы у нее вместе проехали. Там уже деревьев очень мало осталось. Вот место для пикника осталось. Партизанская столовая. Это землянка уже не особо хорошая. Шатер того грязи завалится. Подгнил, износился. А от печки осталось вон, только это, сруб небольшой почему-то. Этот шатер может завалиться после этой зимы. Видите? Подгнил. Сваи уже сгибаются. По тяжести снега. Боюсь в ближайшее время шатер завалится. Тут еще несколько землянок. Памятник есть. Сейчас посмотрим, что с мостиком в случае с партизанским. землянка 1-го псевдонского отряда Бережской объединенной партии. Зайско-оединение Мирвиноградова. Командир Гудков. Бережький завод остановишься. Опять летят победы. А вот эта уже не зайдешь, она заперта. Для кого делают, непонятно. Зайти отдохнуть не получится. 41-43. А мостик установили, кстати. Партизанский. Видите? Мостик уже установлен. Тоже он был разрушенный. Ну, колодец партизанский. Все на месте. Можно подойти, набрать водицы чистой. Какие-то бобровые плотины, видите? Вот набор воды. Мостик установлен. Там в Верховных есть колодец супа. По-русски колодец. Из него эта речка порой вытекает. Станинный поток начинается. Дальше идем к медицинской землянке. Все заболоченность, реки защищают от тяжелой техники. К медицинской землянке, видите? Так сразу не увидишь. Замаскировано хорошо. В землянках на части лечили больных и ранних. Батюнин врач. Козня Ферши. Протопова сестра. Ноябрь-43. Сентябрь-43. Почти два года. Восстановлена от рынка автозавода в седьмом году. В больнице. Вход заросленно. Тут заходил. Это открытая землянка. Туристы могут зайти. Тоже нары есть. Столы, стулья. Все что надо. Вид на улицу. Вот так партизаны жили. От санитарной полянки пошли по тропинке маленькие, выше болота зеленому. Вот такой вид. Видите, сколько деревья испорчено? Деревья перестали зеленеть. Не деревья, а просто парки какие-то стали. Опять идем по мостику. В партизанской речке. Партизанский мостик и колодец. И бобровая плотина. Видите? На стоянке виноградова проблема. Разрушили печь для выпечки хлеба партизанскую. А старость только нескольких печей и остов. Будет она установлена, не будет, непонятно. Также проблема со штабной землянкой и охраной штаба. Там внутри все разрушено, раскиданно. Ни нар, ни здоров, ничего не осталось. Требуется реконструкция. Будет это делать, мы не знаем. Кто ответственен за эти объекты. Какие-то объекты бас ремонтировали. Какие-то стали литейные, какие-то бэмс. А кто ответственен за нас за партизанскую печку, штабную палатку, мы не знаем. Так что покрасился основной павильон, беседка. Того гляди, может завалиться при порыве ветра. Особенно зимой, когда снег попадет. Видите? Пару снегопадов и она завалится. Тоже требует конструкции. Кто-нибудь будет это делать, как там? Не знаем.